добрый вечер мои дорогие коллеги добрый вечер мои дорогие подписчики сегодня пятница вечер и как обещала сегодня выхожу в эфир тема изначально у нас заявлено было топ 6 по simple активитесь но благодаря вашим вопросам немножечко я сегодня адаптирую там и будет она звучать наверное так я бы наверное и обозвала теперь немножко по-другому что-то типа как халтить во первых как бы дам по simple и regular и как их отрабатывать как это все убивать в голову наших нерадивых но любимых учеников и так для начала давайте скажем добрый вечер друг дружки не знаю как у вас у меня неделя была очень насыщенная завтра у меня экзаменационная сессия завтра ребята сдают на двадцать семь или двадцать восемь человек сдают статус около десятка сдают а2 последний раз сдаем экзамен по старому формату поэтому конечно неделя выдалась очень насыщенная принципе как и все эти три месяца работы пред экзаменационной из вот выходные тоже будут очень насыщенными ну что ж рада видеть вас всех и начну сегодня как раз таки вот самого важного вопроса как же обучать по simple значит и региона первую очередь как бы да мы говорим и про и региона и так смотрите ребята вы знаете что такое стрим вы знаете что может оборваться в любой момент у нас интернет поэтому если что то я выйду еще раз если будут проблемы с интернетом к сожалению очень много троллей всегда у нас во время стрима поэтому просто на них не обращаем внимание пусть они портят никому настроение и все вопросы которые я буду видеть буду стараться конечно отвечать по ходу либо уже потом отпишусь запись останется у меня на стене никуда не денется итак как обучать посыпал значит смотрите сегодня я буду рассказывать имея в виду слабых учеников подростков да то есть это скажем ну от 5 до 9 класса вот вот как бы такой возраст да конечно к нам приходят не самые сильные ученики и когда если приходит сильные ученики то уже у нас нет необходимости обучать их и региона гракс они уже все знают поэтому у нас категория то есть в голове у себя держите что у нас категория подростков слабых подростков 5-9 класс и вот настала тема спасибо настало время выучить региона конечно мы уже здесь говорим про уровень а2 то есть мы тянем их на базовый как бы так уровень уровень не детский да и вот допустим я занимаюсь в этом году большинство моих групп а2 занимается по учебнику объектив к этому это неважно на самом деле по какому учебнику вы работаете самое главное вот этот единый у нас как бы существует с вами лист да и региона дарс вот он выглядит в принципе он во всех учебниках одинаково там даже боюсь посчитать но порядков как порядка как бы ста слов до порядка ста и региона дарс который нам надо выучить и конечно вы должны понимать что за урок это не сделать но за месяц можно вот я сегодня поделюсь с вами как я за месяц это делаю на самом деле это не секрет но у меня существует как бы алгоритм я бы так сказала до которым я обучаю тоже своих преподавателей здесь центры значит существует алгоритм того как мы даем эти и региона бирс без стресса грубо говоря не для нас не для них то есть надо просто по умному все это разбить так пишет что такие как раз и обращаются до у детей сразу закатывается глаза к потолку при виде этого списка да именно но это но я показываю я показываю список и говорю что мы сегодня возьмем только одну четвертую значит с чего я начинаю я начинаю делить этот тейпл да то есть первую часть мы берем до слова фолл то есть в алфавитном порядке здесь идут у меня и в регионе тарбс мы берем до слова фолл что значит берем первое франции для слабых студентов нужен франции однозначно то есть самое первое что значит берем то есть мы поделили да и и взяли их четверть таблички до разобрали значение потому что нет смысла учить произношение пока мы не взяли значение слова и дальше пошел джейли 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 то есть сначала вы говорите они за вами повторяют опять вы говорите они повторяют дальше вы уже пытаетесь им говорить первое слово они говорят вам вторую третью форму соответственно да но должен быть джейли однозначно вот на все это вы потратите скажем так ну минут десять да дальше я сразу их сажаю на quizlet я думаю что все знают что такое quizlet да это игра в их мобильном телефоне сразу мы это закачиваем на уроке сразу я им показываю где находится этот сет он у меня называется и региона грабс ман могу с вами поделиться пожалуйста свои ссылочками на свой quizlet если нужно вы просто присоединяете туда учеников копируйте его в свой курс и они играют да то есть при мне на уроке они играют буквально ну пять минут потому что моя цель показать им как это надо играть моя цель показать им что в quiz это не могут прослушать что очень важно да и правильно как бы орфографически все это запоминать буквально пять минут мы на это тратим и того 15 минут уже урока у меня прошло на пассимпл вот давайте я буду тогда по ходу сразу записывать что мне нужно потом вам выслать да так значит пишу что нужно выслать кендрич чича нужно выслать quizlet ссылочки так дальше после после этого скажем так вот какая система у меня до что у меня грамматика занимает полчаса урока из 90 минут то есть эта третья часть урока скажем так да то есть вы себе представляете вот у меня урок 90 минут поэтому 30 минут у меня грамматика 30 минут у меня лексика 30 минут у меня экзем skills допустим да вот такой как бы разбой по категориям вот поэтому конечно когда начинается пассимпл мы больше ничего не берем из грамма месяц 8 занятий по 30 минут мы сидим на пассимпл сейчас я расскажу как то есть вот первый урок мы продриллили запомнили то есть первый урок даже можно им дать и побольше поиграть в quizlet да потому что больше пока делать нечего вот дальше второй урок с чего начинаю второй урок конечно я начинаю не с того что я их спрашиваю я начинаю с повтора дриллинга да то есть мы все вместе дружно повторяем как это есть нельзя нельзя сразу спрашивать что вы выучили да либо перед уроком я так заглядываю и говорю please open your quizlet and play because i will come and ask вот и они в страхе там начинают все это дружненько повторять вот дальше что я делаю дальше я их сажаю в пары то есть до того как они мне отвечают да я их сажаю в пары то есть они друг для друга теперь работает квизлитом студент ван говорит первую форму студент шью говорит вторую и третью форму давать надо обязательно все три формы сразу да потому что мы говорим еще раз про подростков на а2 которых мы тянем поэтому сразу даем вторую и третью форму поверьте это будет им несложно чем потом возвращаться когда вы даете праздник и заучивать с ними третью форму дальше и ас они у меня отработали понятно да то есть сидит ван говорит первую форму там by а это говорит уазовый бин я хожу и слушаю ловлю ухом правильное произношение поверьте даже на этом встрече будет неправильное произношение у многих ребят хотя первый урок мы дрелили начали второй урок с того что мы дрелили правильно но тем не менее еще как бы все равно у них будет какое-то как какой-то будет как бы мисс 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 анде стенден может быть так дальше после этого я их поднимаю и мы играем с ними джин и региона джин тут я стану и покажу вам что это такое и так и региона джин это такая зарядка да так я отойду подальше чтоб меня было видно и и слышно и так и региона джин значит первая форма глагола мы показываем так вторая форма глагола если она меняется мы показываем так если меняется третья форма глагола то мы наклоняемся к коленочкам например вот смотрите бе бе у нас получается следующее беи вторая форма вас вё и третья бин понятно да дальше бекам что у нас происходит с глаголом бекам тут уже интересней бекам бекейм потому что форма поменялась и опять бекам потому что первая и третья форма у нас одинаковые и так улавливаете суда бекам бекейм бекам третий глагол идет бегин тут все три формы разные поэтому будет все три формы бегин бегин беган соответственно дальше блин опять же блин брод брод потому что вторая и третья форма одинаковые блин брод брод дальше билд если я видела вас по ту сторону экрана вы мне точно правильно показали уже билд 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 давайте как возьмем что у нас происходит в как так как все ничего как бы так не происходит то же самое допустим кост 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 и так далее то есть сразу я те глаголы которые вы выучили там их получается порядка 15 штук сразу после того как они в парах отработали на втором уроке я их на эврегуалы джим вывожу для чего я это делаю во первых чтобы дети подвигались во вторых чтобы киноэстетики запомнили когда они работают в паре запоминают аудиалы понимаете когда они работают джим запоминают киноэстетики и сейчас придет пора визуалов да дальше я их сажаю и визуалом я даю следующую форму она у меня сделана форме презентателем поскольку у нас сегодня стрим они зум встреча поэтому я просто вам постаралась вот и нарисовала сюда то есть визуалом я предлагаю вот такую вот табличку где пропущена какая-либо форма и они должны по памяти всю эту табличку мне восстановить как я это работаю у меня нет такого что работает один ученик работаем все сразу группа у меня маленький восемь человек первый ученик восстанавливает камм кейм камм второго фуголчен небольшой коллапс да так еще разочек мы сейчас вставим второй ученик соответственно сразу делает так простите сейчас вставимся так напишите пожалуйста видно ли меня не пропала ли трансляция видно ли меня все хорошо так напишите пожалуйста видно ли меня все ли у меня хорошо все спасибо упал почему-то телефон не выдержал моего и регио джим так да то есть даже для визуалов у меня вот такая табличка которую они у меня заполняют все он должен вспомнить что это forget forgot forgotten конечно это такой еще у нас guided guided practice да поэтому как бы я могу подсказывать на этом этапе classmates course mates могут подсказывать на этом этапе но очень вам рекомендую конечно придерживается именно этого алгоритма заканчивается второй урок у меня те что я их проверяю да то есть в конце моего полчаса я их проверяю то есть видите проверка идет только здесь в конце второго урока не в начале второго урока что я делаю как я проверяю вот у меня мячик болл да получается я кидаю болл говорю первую форму глагола какому-то ученику он говорит вторую третью да и возвращает мне мяч вот такая как бы элементарная проверка но опять же дети двигаются когда в тебя летит мяч во первых они поднимаются да двигаются во вторых когда в тебя летит мяч ты начинаешь бешено соображать проверьте на себе проверьте на своих те группы о которых мы говорим это как правило лоу дай намик группс а лоу дай намик я обещала и сделаю обязательно тоже стрим или вебинар о том как работать их и активизировать да сделать одним из самых сильных групп как раз таки лоу дай намик группс да вот это одно из секретов то есть мяч в тебя летит ты начинаешь бешено соображать окей на последующих уроках вместо вас эти формы будет говорить им другой ученик как правило я вызываю стать учителем то есть стать на место самых слабых учеников почему я им открываю учебник они кидают и они проверяют глазками то есть для него это лишний раз ревизион понимаете то есть он слушает ответ проверяет и таким образом он лучше закрепляет это дело ну что ж вот в этом как бы и состоит весь алгоритм на самом деле как я даю и региона дарс что происходит на третий урок мы все повторяем как на первом уроке только берем уже соответственно берем уже соответственно вторую часть да вот эту часть мы берем то есть мы заканчиваем весь первый столбик вот эту часть которую мы не взяли да все то же самое опять джи и линь все все как я вам рассказывал сейчас о первом уроке да опять у нас идет джи и линь опять у нас идет квизлит опять у нас идет джим и так далее и так далее и так далее и и получается что на каждую часть табличку еще раз говорю табличка делю делю на четыре части до делю на четыре части табличку и каждую часть я трачу на нее два урока таким образом за восемь уроков за месяц мы поверьте по симплите регулировать знаем от и до знаем достаточно достаточно хорошо ничего страшного если вы остановите всю остальную грамматику и займетесь вплотную именно табличка и регулировать дело в том что она вам нужно ведь не только на по симпл следующее время у нас будет пас континьюс а потом у нас будет где опять будут нужны эти и регулировать и тогда вы уже пройдете очень-очень быстро потому что уже они знают и регулировать и вам надо будет только функции как бы изучить present perfect и все все остальное как бы просто практиковать поэтому очень стоит конечно потратили у меня восемь занятий занимает помочь им запомнить эти и регулировать я никогда не делаю скидку на то что они учили в школе и что они что-то помнятся школы опыт показывает что это бесполезно да вы же понимаете что в школе никто не будет с ними возиться как мы с вами возимся и я говорю всегда своим учителям девочка которые работают до что наши целям помочь помочь запомнить поэтому не требуйте от них запомнить а помогаете им запомнить и вот эти способы действительно это помогают еще разочек повторю вам алгоритм урок 1 даем четверть таблички четверть сначала даем перевод потом даем джилин джилин идет долго и нудно долго и нудно потом сажаем их на квизлит прям на уроке пять десять минут потом даем домой чтобы они знали где в этот квизлит играть да после этого после этого на второй урок мы делаем ревизион вместе с вами джилин по табличке потом сажаем их в пары один говорит первую форму второй говорит вторую третью форму после этого мы их поднимаем и делаем с ними и региона джим и после этого мы показываем для визуалов вот такую табличку где у нас пропущены вторая и третья форма глаголов соответственно да вот и потом а с помощью болгейм мы опять их поднимаем да и проверяем и проверяем что они у нас запомнили вот здесь когда я болгейм играю я сразу записываю себе замечаю и записываю себе слова которые западают вот например вчера я заменяла коллегу свою вчера или позавчера я заменяла коллегу свою в среду была о как это давно позавчера и я заметила что западают слова hold скажу я я выписала себе выделила и так западают дальше кетч лай всегда очень сложное слово как бы да лай луз западают я их выписываю себе да и когда я конечно делаю болгейм я эти слова говорю как можно чаще как можно больше дальше что мы делаем с вот этими словами почему бы что нужно анализировать запоминать и прям записывать себе в какой группе какие слова западают зачем это нужно дальше у нас начинается стадия отработок как отработать по симпл да как это вывести дальше все в речь то есть мы и помогли все это запомнить и поверьте вы никогда не сможете никакую грамматику вывести в речь без игр она активизируется только когда они будут играть неважно кстати взрослые это или дети будут играть они одинаково хорошо и так мы берем маленькие листики и пишем здесь те глаголы которые у нас западали так западал допустим у нас лай западал у нас причем пишут это дети не быть вы им даете листики да и говорите ты пишешь слова холод пишет именно первую форму и сейчас объясню почему что это за игра и почему именно эта форма западает допустим луз западает чуз ну в общем если у меня восемь детей то я стараюсь чтобы у меня было как минимум восемь глаголов восемь таких вот предложений сейчас я вам покажу на четырех примеры да то есть девки написали просто написали элементарно как бы эти слова в первой форме дальше я их сворачиваю и кладу в корзиночку после этого группа собирается у доски или собираются у какого-то одного стола и мы начинаем придумывать с ними story я вам говорю кто будет героем нашего story можно по-русски потому что дети пока слабые да эбой о региол они там говорят эбой вот здесь ней нет из кисней окей how old is me he's 20 окей из химере и ну а вот здесь job и из тичер допустим да то есть мой такой background создали про нашего главного героя дальше ребята тянут листик и первый ученик вот у него попалась слова луз да как-то мне отсвечивает не знаю как вам мне как-то вот отсвечивает немножечко да попалась слова лузыму и вот он составляет предложение ник lost his job допустим ну вот я такое предложение придумала да все этот листик я кладу или вешаю на стеночку или кладу на парту чтобы все видели следующий ученик повторяет предложение которое придумал первой то есть он повторяет ник lost his job следующее слово лай так а ну значит тогда раз это лай пусть будет лэй допустим да там he lay down on the bed and started to think what's next там допустим дальше дальше третий ученик что он делает он повторяет первое предложение второе тянет бумажку и придумывает продолжение истории дальше ник lost his job he lay down on the bed and start to think what to do допустим так hold he held an interview in another company допустим тогда и так далее и вот таким как снежным комом они по очереди все работают друг другу помогают вспомнить свои предложения обычно я тоже играю чтобы направить историю в нужное русло или чтобы сказать более сложное как бы так вот предложение вот однажды я помню мы в такую игру играли со взрослой группы они договорились до того что у них там какой-то пассажир иностранец ехал на второй полке трейн зрительно подходит да и аудирование потому что они слушают постоянно что говорят другие и получается очень такой вот хороший активичей очень вам рекомендую его взять себе на заметочку следующий активите и который бы я хотелось с вами поделиться тоже происходит не обязательно ждать всего пока мы всю табличку сделаем да и и так можно нам его делать как раз таки давайте я расскажу про тот активите который идет у нас на стульчиках смотрите поскольку у меня допустим небольшие классы да вот то я играю с ними в коридоре я играю в холи да я выставляю три стульчика а значит это активите на то чтобы у них немножечко слушание как бы и произношение отработать получше и так поворачиваю вас к доске так так смотрите на один стульчик я цепляю т да на другую я цепляю д и на третий стульчик я цепляю и д вот так вот цепляю да на стульчики и то есть это получается у нас regular verbs когда мы пишем мы говорим что мы пишем все время иди но произносится они у нас по-разному да так смотрите а я называю слово после того как мы конечно попрактиковались после какой буквы как правильно что произносить да пришла пора это отработать поэтому они без учебников без ничего выходят становятся в линию и я называю два человека работают сразу я называю им слово ну например learn и ученик должен мне сказать learned и сесть на стульчик где у нас д следующему учению говорю допустим pass он мне говорит passed и садиться там где буковка t дальше я говорю там допустим damage он говорит damaged и садиться на нужную буковку самое интересное состоит в том что вы специально делаете так чтобы когда-то они сели на один и тот же стульчик то есть вы допустим сказали learn он говорит learned и сидит где д и вы второму тоже говорите слово которое заканчивается у вас на звонку чтобы он тоже сел на этот д вот и таким образом получается тоже мы отработали хорошо они уже умеют слушать у нас да и мы отработали правильные глаголы достаточно интересным способом скажем так да поверьте это будет незабываемо они будут двигаться они будут слушать и они будут видеть опять же all learning styles are covered поэтому everybody will benefit from this task так ну что ж следующий activity для irregular verbs не отходя от доски вам тоже покажу это игра по принципу четыре в ряд да то есть собери четыре в ряд смотрите эту распечатку как бы заготовочку да я взяла у Артема Морозова в группе они выкладывали у себя недавно совсем тоже да вот но я ее адаптировала смотрите потому что к ней прилагались еще пустые тоже кружочки да поэтому я сделала один для а два irregular verbs и и здесь как бы вот этот первый лист который был предоставлен он больше подходил для а один такой да то есть больше для movers подходил он а здесь которые я написала они идут и на а два тоже то есть они более сложные скажем так да вот тоже все они из того листа irregular verbs который я вам показывала вы можете его абсолютно любой взять хотите я тоже поделюсь вам именно этой страничкой как бы да то есть а два irregular verbs они все данные в хендбук в принципе и в любом учебнике уровня А2 вы их увидите вот поэтому я его заламинировала и использую как для movers flyers так и для А2 да итак в чем состоит игра когда уже они знают достаточно хорошо у нас irregular verbs мы их сажаем тоже я их на две команды делю и сажаю перед доской ну вот начнем например отсюда да вот не ты вот и надо вот вот See you м м м т вот его